Бизнес, инвестиции, бюджет, прибыль. Программа «Экономика». В студии Мария Кожевникова. Здравствуйте. Информацию о нелегальных лесопереработчиках передадут в правоохранительные органы. На совещании в правительстве подняли вопрос об организации работы по выводу из тени предприятий этой отрасли. Как сообщил зампред Михаил Сандалов, всего были проверены почти 1400 объектов. Выявились 79 незарегистрированных пунктов переработки леса. Это 6%. Полгода назад их было 45%. Также выяснилось, что 12 руководителей не предоставили налоговую отчетность за прошлый год. 30 предоставили налоговые декларации с нулевой суммой доходов. 269 показали 0 в графе численность работников. Цитирую. «Здесь все признаки экономических преступлений. Мы из-за таких людей недополучаем миллиарды. Это воровство у государства. Мы могли бы на эти средства построить школы, детские сады, ФАПы», заявил губернатор Александр Соколов. Он дал поручение всю информацию о предприятиях, у которых нулевая численность работников, передавать в правоохранительные органы. На 14% увеличился ввод жилья в многоквартирных домах в Кирове. Данные приводят в Министерстве строительства региона. Так, на 1 декабря 2023 года в Кировской области введено 165 тысяч квадратных метров жилья. Это на 14% больше, чем на такую же дату прошлого года. Как напомнил заместитель председателя правительства Алексей Жердев, в Кировской области в последние годы складывался искусственный дефицит жилья, так как длительный период практически не выдавались разрешения на строительство. Домов строилось мало, соответственно, мало сдавалось жилья. Работа была возобновлена с лета 2022 года. Увеличена выдача разрешений, сокращен срок рассмотрения документов. Заключено уже 29 договоров о комплексном развитии территории. Их реализация позволит создать почти полтора миллиона квадратных метров жилья, отметил Жердев. Это, по мнению чиновника, позволит стабилизировать цены на квартиры. Сейчас стоимость квадратного метра жилья не в премиальном секторе, уже может достигать 200 тысяч рублей. В эфире экономика. В Кирове старшеклассников будут обучать рабочим специальностям. Проект «Первая профессия» запустят с 2024 года. Ранее в каждом районе области был определен перечень востребованных профессий, рассказала зампред областного правительства Светлана Шумайлова. Теоретические занятия будут проходить на базе школ, а практика – на базе организации среднего профессионального образования. После окончания обучения школьникам будут выдавать свидетельства о полученной профессии и квалификации. Обучать планируется трактористов, машинистов сельскохозяйственного производства, швей и лаборантов химического анализа. Мария Гожевникова, новости экономики в Кирове.